Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова Карина. И сегодня мы погадаем на такую замечательную тему. Позвонит ли, напишет ли, объявится загаданный человек в ближайший месяц. И гадать я буду на золотом таро. У нас с вами будет три позиции. Видео всегда актуальный момент. Когда вы его открыли, нашли, смотрите. Даже если оно записано много лет назад. А вот вы его нашли, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, мои дорогие, давайте посмотрим. Давайте мы с вами узнаем, объявится ли, позвонит ли, напишет ли загаданный человек в ближайший месяц. Или может раньше, да. Итак, первая карта на позиции – это ваши чувства к этому человеку. То есть, как выглядят ваши чувства. А дальше мы будем уже смотреть. Дальше будем смотреть, объявится ли этот человек, что он чувствует к вам. Итак, первая позиция – медовый кальцит. Вторая позиция – у нас такой агат. И третья позиция – окаменелое дерево. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Объявится ли, позвонит, напишет. Итак, наш медовый кальцит. И первая карта – это ваши чувства к этому человеку. Рыцарь мечей. Ну, вы, скорее всего, сердитесь на этого человека. Сейчас готовы, может быть, ругать его. И внутри, может быть, вы проворачиваете диалог, как вы его ругаете. Но на самом деле эта карта показывает то, что у вас есть чувство, но вы обвинили его. То есть, может быть, то, что человек ушел, пропал, не объявляется. Может быть, еще какие-то причины ваших конфликтов. Вы его обвиняете. И, может быть, он из-за того с вами и не входит в контакт, потому что вы обвиняете его. То есть, когда человек обвиняют, он же не хочет общаться, боится. Может быть, это обвинение ему кажется, конечно, правдивым. Но это не значит, что он готов лицом к лицу сталкиваться с человеком, который его в чем-то обвиняет. И вы сейчас очень напористо так сердитесь на этого человека. Хорошо, а что он к вам чувствует, этот человек? Человек что чувствует? Двойка Пентакли показывает, что человек сомневается. То есть, у него качели внутри. Он не знает, как лучше поступить, что ему делать. С одной стороны. С другой стороны, он так сильно не накручивает ситуацию. Получается, не придает ей такой сильной страшной важности, как вы. Или старается не придавать. То есть, это более такой, не знаю, расслабленный человек в этом плане. Ну, в плане именно накручивания ситуаций. Карта показывает то, что двойка Пентакли. То, что загаданный человек может даже быть в состоянии некого выбора. То есть, выбор между, допустим, вами и работой. Одним человеком и другим. И одна тактика действий или другая. То есть, и чувства есть, и человек хотел бы перед вами продемонстрировать свои лучшие качества. Но выбор и качели внутри как бы ему немножко мешают, я считаю. Хорошо. Давайте посмотрим, как человек будет себя проявлять в ближайший месяц. Вот видите, рыцарь кубков выпал. Человек вполне может объявиться. Но, знаете, все зависит от того, как давно вы не общаетесь. То есть, это очень важно. Давайте посмотрим, если вы давно не общаетесь. И если вы недавно не общаетесь. То есть, королева Пентакли – это давно не общаетесь. Четверка Жезлов – если недавно не общаетесь. Вот смотрите, карта королевы Пентакли показывает, что если вы давно не общаетесь, то на вашу ситуацию негативно влияет какая-то женщина, причём независимо от того, мужчина гадает сейчас на женщину или женщина на мужчину. То есть есть некий человек, который каким-то образом препятствует развитию ситуации. Но вот я вам так скажу, как успокоительное такое. Если вы давно не общались, то рыцарь кубков показывает не исключено, что человек объявится в ближайший месяц. Либо, по крайней мере, этот человек думает о вас, у него есть порывы пообщаться. Если же вы недавно не общаетесь, то четвёрка жезлов подтвердила, что человеку с вами хорошо, комфортно, и то, что это, в принципе, у него к вам серьёзные какие-то всё-таки чувства есть, и намерения, и человек может объявиться в ближайший месяц, и может даже быстрее, и пообщаться с вами, и как бы всё у вас, в принципе, может наладиться. Давайте посмотрим, вот как продолжатся ваши отношения. Как они... Оть, упала шестёрка кубков. Видите, можно вернуть отношения, да, можно вернуть былое. Шестёрка кубков показывает, вернуть былое. Но по императрице здесь, да, вот не исключено, что кто-то вмешивается. И даже если вы недавно не общаетесь, не исключено, что какая-то женщина вмешивается с каким-то своим вот препятствием. Вот, допустим, если вы мужчиной гадаете на женщину, может, её мама подсказывает ей, что ей не стоит с вами общаться, или вообще запрещают. Ну, это просто пример привела. То есть это может быть любая женщина, которая каким-то образом встаёт между вами препятствием. Ну, вот такой интересный ответ получился по первой позиции. Однако развитие, я думаю, что может быть. А мы переходим к позиции номер два. Позвонит ли, напишет ли, объявится загаданный человек в ближайший месяц. Здесь у нас, значит, с вами Агат. И первая карта – это вы, ваши чувства, да. Карта сила. Сила говорит о том, что вы испытываете чувства к человеку, довольно серьёзные. Но знаете, что у вас обоих трудные характеры. Возможно, кстати, вышла ссора. Но вы хотели бы его приручить, то есть договориться, чтобы у вас отношения стали лучше. Вы хотели бы наладить отношения, но и укротить, и приручить. И иногда по этой карте человек даже хочет быть кем-то, кто властвует в этих отношениях, командует. Если вы женщина, это не очень выгодная позиция. Если вы мужчина, командир, мужчина, предводитель – это нормально. Вот как раз таки уже, да, это уже нормально. А что этот человек к вам чувствует тоже, да? А вот тут пашмичей падает. Недоверие, обида, желание навести справки. Всё проверить. Некая даже, может быть, злобенька, претензия. Человек психует, да, пашмичей часто психует. Но свои эмоции старается не выражать, а может острые комментарии, да, какие-то отпускать в вашу сторону. Ну, то есть критиковать вас. И даже обсуждать за спиной может такая вот карта, что, да, может даже с кем-то вас обсуждать. Вот как вот всё получилось, так вот как-то не очень хорошо. Чувствует себя чуть-чуть как-то или обманутым, или просто нервничает очень сильно. Конечно, интерес к вам есть, это всё понятно. И притяжение, но явно, что из зоны доверия вы на какое-то время вышли, да? И знает, что и он сам вышел из зоны доверия или она. Как будет действовать человек в ближайший месяц? Пятёрка кубков. Сложно. Здесь сложно. С действиями человек переживает, уходит в себя. Чувствует, что что-то потеряно в отношениях. И, конечно, карта не показывает активных действий или каких-то действий, да? А скорее вот внутреннее переживание его. Стоит ли вам к нему проявить инициативу? Ну, десятка пентаклей говорит, что да, в принципе, стоит проявить инициативу. Но тут вмешивается королева кубков какая-то. Вот смотрите, женщина тоже здесь может вмешиваться в отношения со своими комментариями, да? Но вот если вы, допустим, женщина, то вы могли бы проявить нежность, проявить любовь, желание быть любимой. И если вы по десятке пентаклей проявите инициативу, я бы сказала, этот человек может и ответить хорошо на эту инициативу. Ну, по крайней мере, попробовать, да, можно. Но сам этот человек вряд ли объявится. Как продолжатся отношения? Видите, восьмерка мечей пока идет. То есть пока эти отношения закрыты, да, тут Жезлов говорит, некие шансы есть. Возродить отношения, некие шансы есть. Но сказать, что вот все сейчас гладко, я не могу. Вам нужно работать над отношениями. Если вы женщина, вы нуждаетесь в любви. Вам нужно это показать человеку. Если вы мужчина, вы должны понять, каждая женщина нуждается в любви. Не в порицании, не в обвинении, не в криках, а в любви. Ну, вот такой интересный ответ получился по второй позиции. А мы идем с вами дальше, к позиции номер три. Итак, каменелое дерево. И объявится ли загаданный человек в ближайший месяц или как-то позвонит, напишет. И первая карта – это ваши чувства к этому человеку. Девятка кубков. Ну, девятка кубков – это карта, показывающая, что вы очень сильно привязаны к человеку. Вам он очень дорог. Вы связываете с ним все свои радости в жизни. Вы считаете, это очень хороший человек. Испытываете к нему сильное влечение. И карта показывает, что, скорее всего, любовь, влюбленность, желания какие-то, которые человек может выполнить. Вы знаете это, да, что вот с центром удовольствия связан. Хорошо. Что этот человек чувствует к вам? Пятерка пентаклей. Вот тут обеднение, наоборот, идет. Понимаете, вот отток энергии. То есть человек знает, у вас какие-то отношения, ну, не знаю, как будто с испытаниями, да, кармические. И знает, что вы в чем-то похожи, но эта похожесть уже мешает. Карта показывает, что человек сейчас несколько охлажден, анализирует ситуацию, может быть, обижен. Может быть, у человека денежные проблемы, и вы по этому месту проехались, и человек из-за этого обижен. Или она, или он, это не важно. Но карта показывает то, что есть охлаждение в чувствах именно на основе какого-то, ну, то ли оскорбления, то ли вот испытания, которые вы вместе не смогли пройти. Вот знаете, когда проверка идет в отношениях, да, но человек не проходит эту проверку на то, чтобы вот быть преданным, там, не знаю, и поддерживать, не вступать в конфликты. То есть здесь что-то немножко получилось не так. Итак, как будет действовать человек в ближайший месяц? Король Пентакли. Хочу еще одну карту. Семерка Пентакли. Выжидает, человек выжидает чего-то. Если вы загадали женщину, она может переключиться уже на другого мужчину. Если вы загадали мужчину, он выжидает от вас действий. Восьмерки жезлов, да. Прям король Пентакли, семерка Пентакли, одни вообще Пентакли с его стороны. И видно, что жду, 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 когда ты будешь действовать, да. Человек может проявлять благородство в каких-то вопросах, но если вы нуждаетесь, например, в помощи. Ну, а в целом человеку трудно действовать, а скорее вот он горделиво ждет. Если вы будете действовать, ответит ли человек? Ну, еще и выделываться будет сильно. Да, человек не захочется так быстро отвечать. Ему нужно будет проверить ваши чувства. Насколько вы будете добиваться, видимо, этого человека. Если вы не будете действовать, человек все же начнет позже действовать. Десятка мечей обрубит все. Понимаете, вот видите, как интересно. Человек прям испытывает вас. Будут ли продолжаться эти отношения? Солнце могут продолжаться, кстати, отношения вполне себе в будущем. Но получается как-то потихоньку, да, как-то потихоньку. Пока что вы друг от друга ограждены. Но вот эти шестерка жезлов показывают, кто кого победит на самом деле. Кто кого. Просто идет некое как будто бы соревнование. Вот. И вы испытываете больше положительные чувства, а человек больше какие-то вот, не знаю, как с обидой. И мне кажется, что может поговорить и стоит, но все зависит от того, от чего вы не общаетесь. Ну, то есть, давно ли, недавно ли. И если причина в этом человеке, то есть он сделал какое-то плохое дело, и вы знаете, что это так и было, а не как иначе, да. Ну, значит, может быть, стоит поиспытывать и его, да, подождать. Но как-то может вас столкнуть жизнь, развернуться сама ситуация. То есть, здесь карты показывают то, что вы можете просто где-то встретиться, столкнуться, да, по солнцу. То есть, не обязательно, чтобы кто-то из вас проявлял инициативу, а вы где-то встретились просто. И тогда уже жизнь распоряжается, что вы начинаете снова общаться. Ну, вот такой интересный получился расклад по третьей позиции. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайки и до новых встреч!